Доброе утро, друзья! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. И сегодня в нашей программе мы будем говорить о том, как нашим участникам специальной военной операции помогает государство. А почему мы будем об этом говорить, узнаем сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь гроза. Днем в отдельных районах сильный. Ливень в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, в горах плюс 5, плюс 10. Днем плюс 21, плюс 26 и местами плюс 13, плюс 18. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем кратковременной дождь гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем плюс 24, плюс 26. Высокая пожароопасность. Год назад, в апреле 2023 года, вышел указ президента нашей страны Владимира Путина о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Фонд получил название «Защитники Отечества» и с начала лета заработал по всей стране. 1 июня прошлого года открылся филиал и в Карачаево-Черкесии. И сегодня у нас в гостях руководитель нашего фонда «Защитники Отечества» Марата Базалиевна. Марат Мухтарович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в принципе, задача фонда понятна, но я предлагаю все-таки более подробно поговорить о том, как работает фонд, какие задачи выполняет, главные направления вашей работы. Ну, главная задача, поставленная перед фондом, это работа с ветеранами СВО и семьями погибших бойцов на СВО. Это, ну, самая ранимая и самая такая аудитория, которая нуждается и в человеческом внимании, и в других таких пониманиях, как психологическая помощь, медицинская помощь. У людей очень много вопросов, порядка. Мы работаем не только по обращениям к нам, но и сами посещаем людей, семьи, проводим с ними работу, чтобы как-то разделить тяжесть того, что они утратили своего близкого человека. Ну, по возможности, помогаем даже в бытовых чисто таких моментах. Прошел год с начала работы вашего филиала в Карачаево-Черкесии. Уже можно подвести какие-то первые итоги. Сколько человек за помощь обратилось к вам за прошедший год, и с какими вопросами чаще всего идут люди? Люди, которые обращаются к нам в филиал фонда, порой вставят не один вопрос, а три-четыре. Вот. И на данный момент у нас более двух тысяч пятисот обращений. Наши координаторы принимают обращения и помогают им всячески. Вместе с Министерством труда, социальной защиты, вместе с Министерством здравоохранения, пенсионным фондом, военным комиссариатом. Это те организации, с которыми мы работаем совместно, и без которых, в принципе, наша работа была бы неосуществима. Мы часто работаем совместно с такой организацией, мы вместе, с Народным фронтом. Они очень помогают и волонтерской помощью, и другой. Так что работы очень много, и порой люди обращаются банальными вещами. Там кому-то нужно медицинское какое-то обследование, которое у нас в регионе не делается. Вот. Минздрав идет нам навстречу. У нас были направления на обследование в Москву, Волгоград и Санкт-Петербург. Вот. Особенно по ампутантам, по протезированию. Они очень быстро помогают нам. МСЭК, то есть медицинско-социальная экспертиза, руководители Оргунов у них. Просто, ну, как они это решают, я не знаю, у меня иногда кажется, что они какие-то волшебники. Потому что дают, ну, как, обследуют и дают инвалидность нашим бойцам, вернувшимся с СВО, по ветеранам боевых действий. Буквально от двух до пяти дней они решают вопросы. Приходят с банальными такими ветку спилить. Но это же не входит в задачи фунда. Приходят, не входит в задачи, ну, приходит бабушка, у нее сын на СВО, вот, а у нее ветка там висит. Мы обращаемся в городскую мэрию. Ну, день-два они устраняют, бабушка довольна. Бывают такие случаи, как, ну, в ауле Пциш, там, пожилая семейная пара, у них сын там, у них во дворе нужно было спилить дерево. Ну, это же надо найти что-то. А у них глава аула взял, приехал, сам спилил, разобрал, все сделал и уехал такой. Ну, слава ему. Ну, это, ну, благодаря таким людям мы, наша работа что-то означает. Нам идут навстречу в районных администрациях, они решают эти вопросы. Например, вот эта глобальная проблема с дровами. Главы сельских поселений, районов эти вопросы решают через Министерство природозащитное. Они выделяют там определенные участки для заготовки дров, для семей, у которых нуждаются на топительный сезон. Также у нас в фонде есть психологи. Психологи, они принимают каждый день, ну, помещение фонда, иногда выезжают с координаторами к людям на дом, когда координатор говорит, что есть человек, как-то ведет себя неадекватно. Или родственники говорят, что это боевой синдром послевоенный, когда люди не могут отойти от того, что перенесли после ранений. Психологи выезжают даже на дом, проводят с ними беседу. Бывают не сколько с бойцами, сколько с женами. Бывают с детьми. Ну, очень сильно помогают. В летний период в прошлом году мы отправили большее количество детей, ветеранов и семей погибших в летние лагеря. И на побережье Черного моря, и на территории республики, и соседних республик. Это все, ну, делается администрацией республики, правительства. Но вы тоже помогаете детям участников ветеранов боевых действий. Проводите для них различные мероприятия, правильно? Проводим. Первое мероприятие, это было вот год назад. Вот. Первого июня мы проводили на базе, тогда детишек было поменьше. Там рисунок на асфальте. Потом мы проводим различные конкурсы чтецов, рисунков. Вот. И, ну, делаем такие скромные подарки, как обычно мы сертификаты на приобретение концтоваров. Как раз летом было, кто что там, кому тетради может есть. Ну, семьи действительно нуждающиеся. Ну, мы там сертификаты как раздавали. Ну, по три, по четыре подарки. Ну, у нас в наших конкурсах не бывает проигравших. У нас все первые. Марат Мухтарович, ну, а как же вы дарите сертификаты? Ведь, чтобы, дорогие зрители, вы понимали, у фонда на счету денег собственных нет. А как вы тогда подарки детям дарите? Вы правильно заметили, у фонда нет денег, нет счетов, нет никаких материальных благ. Вот. Детям мы дарим то, что нам приносят благотворители. Одним из первых приходила семья, они сами дагестанцы, муж с женой пришли, некую сумму принесли, они говорят, вот так мы говорим, мы должны знать, мы заключаем договор о безвозмездной помощи. И мы должны эти деньги, средства денежные использовать, чтобы они знали, кому мы отдаем. И тот человек, который принимает, должен дать согласие, что он у них принимает эти деньги. Вот. Большое им спасибо. И таких людей у нас в республике хватает, да? Ну, есть у нас такие люди, например, один из благотворителей наших каракетов, Хасан, он живет, жил, работает в Краснодарском крае, ну, сюда приезжает к своей маме и периодически заезжает к нам и очень сильно помогает на все, особенно детские праздники, когда он, ну, наверное, в меру своих возможностей он перечисляет. Вот. Последние вот мы устанавливали баннеры детских рисунков, может, увидели по городу, он услышал об этом, приехал и оплатил эти баннеры, ну, такой, ну, деятельный. И потом есть такой, и Фенди Хубиев в Абазинском районе, и Наль, он приехал один раз, привез мед. Мы раздали его, ну, семьям у которых три-четыре ребенка побольше. Есть отношение такое у людей. Ну, спасибо им за это. Конечно, большое спасибо вам всем. Ну, вот видите, какие у нас люди замечательные, неравнодушные. Марат Мухтарович, я все-таки хотела бы вернуться к основным задачам вашего фонда, это помощь, в том числе и всеми погибших бойцов. И как помогает фонд, я предлагаю посмотреть у нас небольшой сюжет, есть на эту тему. В семье Вильхбых из станицы Кардонихской служить в армии и защищать Отечество – давняя традиция. Глава казахского рода Петр Андреевич – офицер запаса, дочь Елена – майор внутренней службы. По стопам отца пошел и сын Денис. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, затем Санкт-Петербургскую военную академию тыла и транспорта. В 2013 году пришел служить 34-ю горную мотострелковую бригаду, пройдя путь от лейтенанта до капитана. 24 февраля, когда было объявлено о начале специальной военной операции, Денис Вильхов с однополчанами отправился на передовую. Сражался на Херсонском направлении. 21 августа под Новой Каховкой Денис Вильхов погиб. Ему было всего 30 лет. За мужество и героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, командир роты был представлен к ордену мужества посмертно. Как пережить такое горе родителям? Предложение Фонда защитников Отечества для Петра Андреевича Вильхова стало самым настоящим спасением. Меня пригласили, побеседовали. Я дал согласие работать в данном фонде. И надеясь на то, что работая с такими ребятами, как военные, мне будет легче. Я чувствую себя нужным. Занимаемся любыми вопросами, которые касаются наших военных во всей стране. Так оно и произошло. Боль не ушла. Но стало немножко легче. Появился новый стимул. Помогает таким же, как и его сын. Второй товарищ Байрамуков Кемран Хасанович. У вас под рукой там нет домашнего адреса? Ну, он военнослужащий воинской части 01-480. О, по контракту. Он идет у нас как контрактник. До сегодняшнего дня он в госпитале или дома? Сегодня у Петра Андреевича дел не в право руль. Он в постоянном контакте с семьями участников спецоперации. Если есть проблема, помогают решить через суд защиту нотариуса и юриста Министерства обороны. Особое внимание домам и матерям. Спасибо нашему фонду, что пригласили меня. Спасибо нашему руководству республики за то, что дали согласие на мою работу здесь. И сегодня, работая в нашем фонде, я чувствую себя полезным. Когда оказываю практическую помощь нашим ребятам, пришедших то ли с фронта, то ли находящихся на реабилитации, я чувствую маленькую удовлетворенность того, что оказываю практическую помощь всем ребятам, семьям, женам, бабушкам, мамам. И когда тебе говорят спасибо за твое участие, это уже радует. В том плане, что ты полезен и ты чувствуешь свою необходимость в работе всего фонда. А к нам присоединяется координатор социальный фондозащитника Отечества Замир Гусов. Замир, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, вся Карачао-Черкесия знает вашу историю, но тем не менее, коротко напомню. Дорогие друзья, Замиру было всего 19 лет и с начала спецоперации, ничего не сказав родным, он пошел добровольцем на спецоперацию. Он участвовал в боях в составе спецназа Ахмат, в боях за Мариуполь принимал участие, был ранен, потерял ногу. Вот мы видим его боевые награды, в том числе и Орден Мужества. Скажите, пожалуйста, Замир, не будет ли преувеличением сказать, что фонд «Защитники Отечества» открыл перед вами новую страницу вашей жизни, как бы дал новую путевку в новую жизнь? Это правильно? Вообще не будет преувеличением, потому что это так и есть. На самом деле, после того, как я вернулся со СВО, я был чуть-чуть такой, знаете, напряженный. Я вот приходил на бывшее место работы, там всем же интересно, и взрослым, и молодым, которые там работают. Все подбегали, садились. Я вот сидел, я, например, если не успею ответить на один вопрос, мне задают следующий, меня это как-то, не знаю, тревожило, раздражало, я не мог это вытерпеть. И иногда даже сам не замечал, как я начинаю там повышать голос. То есть не мог нормально адаптироваться к мирной жизни. То есть там я уже привык, то, что там нужно, там, например, прилетел снаряд, там, бывают люди не слышат иногда после выстрела или после взрыва, и надо кричать, повышать голос. Там иногда надо грубить, чтобы человек понял. И вот как-то тяжело было адаптироваться. У меня даже бывало такое, что я по ночам сплю, там, мне что-то плохое приснится. Я мог вскочить, вот пока я с мамой на квартире жил, она там, она спать не могла по ночам, потому что я либо вскрикивал, либо вскакивал, не знаю. Ну, спасибо фонду, моему нынешнему работодателю, шейфу, за то, что, так сказать, пустили меня в нужное русло. То есть мало того, что я не остался в стороне от СВО, то есть я до сих пор помогаю бойцам, несмотря на то, что в ТУ, что меня очень радует. Так еще и пока работал в фонде, пока работали со мной в фонде, все как-то легко и быстро получается, то есть я могу... Вот протез, например, пришел в негодность, так скажем, то есть у него есть срок годности, так скажем, один год там, или пока, я не знаю, не сотрется нога, это смешно звучит. И когда у меня испортился тот протез, я, скажем, обратился в фонд защитники отечества, к себе на работу, и мне достаточно быстро, получается, я обратился, заявление отправили, буквально через 2-3 дня мне перезванивают с филиала в Пятигорске, где изготавливают протезы, и говорят, вот, на вас пришел документ, можете приехать, мы снимем мерки, и буквально через 3-4 дня можете забрать протезы. То есть достаточно быстро, эффективно, эффектно работает фонд. Марат Мухтарович, ну вот я вижу, как возмужал наш замер. Он у нас был в гостях в прошлом году, ну такой вот немножко даже растерянный молодой человек, сегодня уверенный вполне в себе, возмужал, улыбается. Очень позитивный, много друзей у него, очень добрый. Помимо того, что он у нас выполняет работу свою как координатор, он еще работает в клубе «Авангард», где занимается воспитательной, образовательной работой с молодыми людьми, рассказывает им про то, что было, помогает разбираться в оружии, там, несение караульной службы, там его любят, уважают. Ну так понятно, такого героя. Он сам выходец из этой организации. Прекрасный пример для наших детей, да, вот участник СВО «Новая жизнь», вот какой герой. Нет, он позитивный очень человек, он разбирается в компьютерах хорошо, усваивает все хорошо и один из лучших сотрудников наших. Ну, наверное, поэтому он и стал доверенным лицом Владимира Путина, да, о чем вы замер так умолчали. Ну-ка расскажите нам про эту историю и благодаря этому где вы побывали? В Кремле. И периодически ездили, да. И встречаетесь президентом, да? Ну да, там пару раз любились. Вот так. Поэтому можно сказать, что фонд «Защитники Отечества» по-настоящему дал вам новую путевку в жизнь. Да. И я хотел бы у вас вот еще что спросить. У нашего, в принципе, у любой структуры государственной, ну, например, пограничные войска, да, там, СОБР, Росгвардия, у всех есть какой-то свой девиз. Есть ли девиз у фонда «Защитники Отечества»? У нас есть свой девиз общий. Это своих не бросаем. Спасибо вам огромное за вашу работу, за ваше неравнодушие. Удачи вам всем вашим сотрудникам в достижении поставленных целей. Вам спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за внимание. И помните, если у вас какая-то проблема в вашей семье, есть участники, ветераны боевых действий, есть какие-то проблемы, пожалуйста, обращайтесь в фонд «Защитники Отечества». Уверяю вас, вас обязательно примут, вас обязательно помогут. Это проверено. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова